то его нету компьютера откуда я знаю есть у компьютера нет а не удалять я не могу иначе я 24 человеком сразу позвонить не могу а нас иногда больше 24 собирается здесь поэтому мне я сначала звоню 24 сразу а потом добавляю по одному те кто готов пишут понял учту всегда за пять минут до текста пишите я готов я тогда вас точно добавлю хорошо либо звоните в течение как бы видите время 6 часов пишите мне либо звонить я скину и опять вас подключу да я звонил со второго раза только меня присоедини палатки в интернете бывает такое со второго бывает с третьего понял игнатий тихонович вы когда-то просили бога убрать от вас все языки все эти знания теперь попросите чтобы вернул язык английский хотя бы я не об этом просил рахиль я никогда об языке что у язык удалить из меня я не просил я просил о другом которые мирские знания были они мне не нужны были совсем а языки настолько поскольку я испанским занимался там французским греческим латышским я понял мне не надо переводчики есть я занялся одной библии святыми отцами а это 300 томов а времени нету некоторые слышали один раз и говорят мне раньше никого не приглашали нельзя приглашать а теперь даже приглашаете он не понимает потеряевка и в община в барнауле это одно разное совершенно в барнаульскую общину никогда не приглашали мы а потеряевку сразу объявили ищем истинных соратников но человек не понимает это он начинает судить говорить почему лентяй ты посмотри открой наш сайт увидишь там стоит все время обращения бывает беженцы какие-то не не знают где голову преклонить у нас стоит с первого дня в 10 лет открытый у нас сайт и 10 лет это объявление а в общину потерявку человек приезжает он может и в общину и все речь идет только крестовозвиженской общины города барнаула сюда мы никого не приглашаем а человек просится тогда разрешаем вот такое дело еще если вопросов нет я отойду от вас буду ждать сейчас от вас скорее игнатиков все есть я вам ссылку бросила дмитрий там я найду ссылку дал на программу переходите по ссылку скачиваете установочные вот этот файл запускаете его и пошагово устанавливаете все и там будет король яков посмотрим я у меня володя тут будем говорить смотреть мне надо установить я пошел тут знатоку позвонил он это так просто я пошел где просто она копируется только на телефон фейсбуке а у меня то это нету этого у меня стационарная мне здесь надо на стол рабочий у меня процессор стоит монитор большой среди так так если ничего нет я отхожу тогда так а давайте помолимся все вместе ну давайте достойно есть я кого истину бложить литя богородицу пресно вложенную и пренепорочную и матерь бога нашего честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим без истления богослова росшую сущую благородицу тя величая всемогущий создатель господь и бог наш мы предстали перед твоим величием и просим во имя господа нашего иисуса христа помоги нам господи в совершенстве овладеть теми знаниями которые ты дал для людей желающих спастись и чтобы не было между нами разногласий чтобы мы понимали также священное писание как понимали вас святые отцы и и доведи нас всех до желаемой пристани и веди в нее до царствие божие тебе господи слава за все отец сын и святой дух аминь 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 ирвам братья а арам можно с вами познакомиться кто вы откуда вы что вам нравится не за армией сейчас нахожусь в германии по работе так что такие лекции проходят поинтересовался слушаю вот так но вы и канал тоже видели же да видео на канале смотрели и тупка да некоторые видео смотрят на оттуда я узнал про сайт там были книги новый завет в толкованиях я скачал ну и оттуда узнал что вот лекции есть вот и так а в германии вы ходите в храм какой нет не хожу хотя тут вблизи в другом городе армянский храм но я не хожу то есть ни в какой нет тут есть такие храмы как бы католические но если там ходить там просто как ну каких экскурсию как бы так проповеди как бы их не интерпретация для меня как бы ну не подходит но да и ты как вы говорите объяснение толкование уже когда толкует это понятно но богослужение она все равно основывается на чем на том что на радостные новости на благовестии на евангелии а евангелие у нас а мы одно и тоже признаем то есть вот сейчас игнати технич ищет на английском языке что на английском языке что на японском что на русском она там об одном и том же говорит о том что сначала печальная новость да что все мы умираем почему потому что и маленькие дети почему потому что все во всех нас действует греховная природа вредительская темы грешники и маленькие дети тоже стремятся к греху хотя еще не могут сделать потому что еще маленький но у них это стремление есть внутри них поэтому они тоже умирают даже маленькими еще только что родившимися и мы должны быть за это отлученные от Бога навечно навсегда и маленькие дети тоже навсегда должны быть отлучены от Бога абсолютной святой это печально и никто за меня не может принести это наказание да за этот грех потом он не из людей не может потому что должен кто-то из людей пострадать А никто из людей не может за меня пострадать, потому что каждый должен за свой грех мучиться вечно, бесконечно. Поэтому Бог любит нас и не хочет, чтобы мы вот так мучились бесконечно. Поэтому Он делает так, что приходит человек безгрешный. Это кто такой? Это только сам Бог безгрешный. Он становится человеком, чтобы иметь возможность. Да, весь мир Он страдает, мы Его называем Иисус Христос. Вот это радостная новость, то есть благодарение Иисусу Христу, Евангелие. Вот она у всех одинаковая, поэтому можно ходить и к католикам. Вот Игнатий Тихонович говорит, и я тоже так считаю. Я был у старобрядцев, католиков, правда, я не попал к ним. Вот у них тоже апостольское преемство соблюдается. Вот, а толкование потом, да, можно уже не слушать, не принимать. Ну, слушать, но не принимать, не соглашаться, там, просто молчать. И все, там, все, так вот. Лишь бы было богослужение. То есть Богу послужить, благодарение там осуществляется. Вот жертва Иисуса Христа, хвала Ему, как Он говорит, «Се творите Моё воспоминание». То есть вот это вот, приносит жертву тело и проливает кровь Иисуса Христа, разрезает Его тело. Слава Ему, Господь нашему, отцу и сынусь этому духу. Вот. Поэтому можете ходить. Вот, я знаю, есть в Германии город Саарбрюкен. Вот, там точно есть храм православный. Вот, Саарбрюкен. Городок небольшой. Потом у нас вот тоже в Германии есть сестры, они тоже вот ходят в православный храм, вы можете с ними посоветоваться, если пожелаете в православный храм сходить. Вот. Да. Хотя я тоже вот не совсем согласен, там, со старообрядцами. Ну, я приходил, потому что был близко к храму в то время, и больше я не успевал в другие храмы православные. Да, я понимаю вашу версию. Ну, на этот счет есть разные мнения, разные традиции. Так, я вам, я ваше, ну, что вы говорите, понимаю, я не буду спорить, но не буду соглашаться. Просто это человеколюбивая позиция, это по Евангелию. Это сам Господь, он, хотя он и осуждал священников своего времени, да, которым, но сам же никогда не говорил никому, не приходите к ним в храм, на богослужение не служите, и сам приходил на богослужение к ним. Вот. Был на богослужениях. Вот. Даже написано, что его ждали в храме, что вот он должен прийти. А он в это время, ну, как бы под видом странника ходил, чтобы его не узнали. Вот. Вот. А вы семейный, да? У вас семья в Германии? Или вы холостой? Я вот холостой. Тут только я просто работаю пока. У меня знакомые, которые были раньше, ну, которых я хорошо знал в Германии, они все в сельском хозяйстве работали. Либо на фермеров, работниками были у фермеров, или сами что-то тоже пытались фермерством заниматься. Да, тут очень большие земли, хорошие есть, плодотворные. А вот то, что я вам сейчас рассказал, да? Это получается, вот я с вами общался, но я вам сразу благовестовал. Понимаете? Но я одновременно и себе благовестовал. Я сам себе напомнил об этой радости. И вот. Исповедал, как Господь наш, Иисус Христос Плава Ему сказал, кто не исповедует меня, того и я не буду исповедовать перед отцом. Хлава, и. Вот и хорошо. Просто многие термины, термины, понятия для меня, как бы неясны еще. Я просто захотел еще поглубже изучить все эти темы. И это поэтому очень много, когда вы говорите, объясняете все такое, это пока что для меня просто какие-то новые понятия, новые слова и смысл. И в них я глубоко пока что не вижу. Такая разница есть. Поэтому если я что-то не так скажу или не так спрошу, вы меня извините на этот счет. А пока что вы все правильно говорите по-русски. Логичный как бы язык у вас. Русский язык хороший. И даже вот сейчас я слушаю вас, у вас почти акценты не слышно. И тогда вот у меня вопрос. Просто вот то, что я говорил, когда сейчас блогествовал, получается, у вас, ну, во-первых, это вот как бы пример, да, что можно с любым человеком абсолютно общаясь блогествовать. На любую тему общаясь, можно блогествовать. Вот. Почему? Главное, чтобы в мозгу это сидело, то есть и в сердце это. И желание прославлять Господа вот за то, что Он сделал для нас. Вот это прославление. И получается как бы говорить новость. Я даже сам себе эту новость говорю, потому что нам людям свойственно забывать. И мы... Я это тоже сам себя. Для меня это новость каждый раз. Вот. Напоминание. И воспоминание, как он говорит, делайте сие в мое воспоминание. Вот. Хотя я вам про другое мишку говорил, но это тоже касается все. А вот то, что я вам сказал, вывестувал Арам, вам все было понятно или что-то вы говорите, какие-то слова непонятны были или предложения? Не то, что слова, а понятия. Термины такие вот специфичные для Библии, так сказать, для вероучения. Что имеется в виду под конкретными словами и все такое. И сами традиции, все такое. Как бы культура. Вот это мне более непонятно пока что. То есть очень многие вещи, которые вы цените сами, в каких-то словах для вас это имеет какую-то большую сакральность, значение для меня может это не иметь. Вот поэтому я могу что-то не так спросить, что-то не так сказать поэта. На русский язык у меня как бы нормально. Я плохо говорю, но понимаю лучше, потому что я практически не употребляю язык уже несколько лет, иногда так встречаю русских. Но понимаю лучше. Понимаю лучше. А вот то, что я говорил из моего предложения про радостную новость про Ивана, вот в Благовестии, вам что-то было непонятно там? Или все понятно? Ну опять же, сама идея как бы вот мне кажется ясной, что вы говорите слова. Но это же целая вот апологетика, как я понимаю, то есть целая наука. И там весь смысл, конечно же, я как бы знаю, что я не знаю. Но как бы что вы сказали, как бы ясно было. Вот так. Ну вот это самое главное, что ясно. А там дальше, да, это уже возникают вопросы, это хорошо, а они должны быть вопросы, если человек заинтересовался. Потому что Бог, он бесконечный, и мы его бесконечно будем узнавать в этом нашей радости, счастья и занятия основное. Богопознание. Этим мы и будем заниматься вечно. Если кто хочет, то окажется рядом с ним, кому он позволит себя узнавать, да, тот и будет вечно, бесконечно его узнавать и прославлять за это, за то, что новое, новое в нем узнавать и все больше и больше прославлять. Слова Отцу и Сыну и Святому Духу. Поэтому Господь Иисус Христос и говорит первое заповедь блаженству, что кто-то такое блаженство, вот это мы и будем заниматься, блаженству. В чем наше будет состоять? И сейчас уже на земле, он говорит, Царство Божие, внутри вас есть. В том, что мы нищие духом, то есть как раз, что мы ощущаем недостаток знаний о Боге, в том числе, вот, о духе, там же Боге дух. Поэтому нищий духом тоже в этом выражении включено. Очень много, вот это бесконечно, можно изучать и познавать, и всегда будешь, должен, по крайней мере, настоящий христианин ощущать себя нищим. Как вы говорите, я вот не понимаю еще что-то, я еще не все знаю. Это нормальное состояние христианина. Это не потому, что вы вот только начали изучать. Это должно быть всегда у любого христианина такое состояние, что я еще не все знаю, не все понимаю. Потому что постоянно я вижу, Бог мне должен, я, если я правильно иду по Иисусу Христу, то Бог мне открывает что-то в себе новое. И я это не все до конца опять вижу, что-то новое узнаю в Боге, в себе самом, в Бога узнаю, там, увижу. И не все знаю об этом. Мне хочется еще больше узнать об этом. Вот. Поэтому это нормальное состояние нищего духом. То есть блаженного. В этом блаженство состоит. А если ты понимаешь, что ты уже все знаешь, как бы не нищий, ты уже богатый, духом ты уже все узнал, ты уже тогда блаженство как раз теряешь. Потому что некуда стремиться дальше. Да. это даже вот спортсмены говорят, мирские люди, не христиане даже. Вот когда ты стал чемпионом, и все. Как бы некуда дальше стремиться. До того, как ты стал чемпионом, ты стремился быть чемпионом, это тебя зажигало, жизнь кипела, а тут стал чемпионом, и все. И как будто уже дальше некуда стремиться, и как будто жизнь уже и не нужна уже больше. И радости нету в жизни. Потому что, говорят, даже ожидание праздника лучше самого праздника. То есть ожидание, что ты станешь чемпионом, даже лучше бывает, чем становиться чемпионом. Это для мирских людей, так говорят. А нам, Господь Бог, откроет такое, любящим Его, Он как говорит, то, что мы не можем себе представить, как Он говорит. Слышите, увидите, не можем. То есть радость наша будет еще больше, потому что Он может удовлетворить нас даже тогда, когда мы будем думать, что мы уже все, уже чемпионы, мы попали в Царствие Божие, достигли то, к чему стремились, и тут вдруг оно такое откроется, что мы вот будем радостны намного больше, чем когда мы стремились попасть в Царствие Божие. Потому что сейчас уже мы можем испытать это Царство Божие. Слава Отцу, Сына Святого Духу. Ну, на русском вы читаете, да, Арм? Получается. Да, конечно. Ну, можно их слушать, да, вот на канале, на YouTube-канале, Игнатий Тихоновичи, там он начитывает тоже и Библию, и Жития Святых, и Толкование Святых Отцов начитывает. Ну, там видео, как бы, не очень удобное, там, разное бывает, там, разные темы отходят. Я имею в виду, где начитывают отдельно, отдельно начитывают, есть, у него плейлист, там, по плейлистам же на YouTube-каналах, вот, и у него есть плейлист, где только книги начитанные, то есть, там нет обсуждения, вот как мы сейчас обсуждали, там обсуждали, там только вот одна начитка, вот, то есть, можно открыть этот плейлист и слушать книги начитанные Игнатием Тихоновичем, и его помощниками. Да, книги я люблю сам читать, потому что иногда, вот, может, мысли тут куда-то уйти, ты уже не слышишь, а он читает, а когда ты сам читаешь, если мысль куда-то пропала, ты как-то сам останавливаешься, потом восстанавливаешь тени, и более глубоко ты всегда как бы свое все внимание всегда на прочитанном, а когда слышишь, это просто какой-то вот, но не очень хорошо воспринимаешь все, не очень глубоко вот. Но, интересно, у меня получается вот останавливаться, то есть, если я даже слушаю, я потом вспоминаю, на каком месте я, ну, началось у меня тоже размышления какие-то, да, я ушел от вот этого слушания, и я потом вспоминаю, опять ставлю туда, на то место, и заново прослушиваю. Да, это индивидуально, если у вас получается, то не проблем, но у меня нет. Иногда вот, у меня, я должен читать своим голосом, своим внутренним голосом, чтобы вот иметь всю эту концентрацию на мысли, потом так, когда ты читаешь, у меня должен быть свой темп, где-то быстро читаю, где-то медленнее читаю, как это переваривается, понимаешь? если кто-то другой читает, он может однотонно что-то прочитать или быстро что-то прочитать, или не так, как я прочитал для себя. Ну да, это индивидуально, с ним кому-то легче слышать, слушает, если... Мне лучше читать. Ну да. Бывает такое. Ну вот, я просто возвращаюсь и еще раз получается, прослушаю. Одновременно получается, что я лучше запоминаю то, что я вот это вот услышал. То есть, а как раз это и хорошо, если я слово Божие более слушаю. Я его запоминаю, чтобы лучше исполнять. Да. Потому что, во-вторых, не всегда есть возможности и как бы освобождаются руки и глаза в этот момент. Я могу какие-то другие дела делать, допустим. Особенно, если не слово Божие. Слово Божие, конечно, я стараюсь читать и слушать в это время ничего не делать, потому что это слово Божие. А вот уже толкование, когда святых отцов, жития святых отцов, то там или какие-то еще другие книги там насчитываются. То же это немножко уже бывает на другое отношение. Я тут понимаю, что еще запись идет. Может, мы должны выйти отсюда, чтобы запись прекратился? Ничего страшного. Наоборот, хорошо, я считаю, что идет запись. Если кто-то захочет, может послушать, посмотреть, что как хорошо общаются православные, вернее, я православный человек, и даже другой человек, христианин тоже, как можно хорошо, спокойно, уважительно общаться. Замечательно. О Слове Божьем. будет уроком другим, которые говорят, что якобы там не получается у них общаться. там, а тут будет пример. Пусть будет пример, тогда просто это хороший, как, кого заинтересует, просто такой обыденный разговор. Ну, заинтересует, значит, не заинтересует, значит, они остановят у себя это, когда будут прошли. Кстати, я такие видео заметил у вас на канале, там, этот человек, Лапкин, Лапкин, забыл им. Игнать 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 Да, он такие видео разных делал, как-то даже смешно смотреть. Каждодневные там, вообще, просто как они живут, там, все дарает. Солива. Да, хорошо. Это они, действительно, он тоже такой же целью показать, что можно жить радостно, радоваться жизни, быть счастливым человеком, живя в бедности, они же небогатые люди, вот, Игнать 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 Но при этом у него все есть. И компьютер, и когда надо, его отвезут на машине и привезут при этом он издал, видели, наверное, знаете, 38 томов книг, ему помогли, у него, хотя столько денег нет, ему помогли, и, 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 восстанавливают вот они пруды, деревню, там, миллионы рублей, складывают в восстановление деревни, хотя у них нет этих миллионов, но им помогают, они сразу туда, все, вбухивают туда, деревню, вот, проехали тоже всю Россию, Европу заезжали, может быть, видели, да, видео эти на канале, на YouTube канале, дарили 38 книг, комплекты, то есть такая миссионерская поездка, там, Новый Завет, в библиотеках России и Королевских библиотеках Европы оставляли эти комплекты книг, там, Александра Солженицына, книга Архипелага Гулака, много книг, которые Игнатий Тихонович тоже своим научным трудом создал, вот, ну, такая компиляция на жития святых, симфония называется, потом книги, сборник стихов русских поэтов, русских поэтов, да, о Евангелии, о Благовестии, вот, такие научные труды, вот, потом издал тоже сборник от вопросов и ответов на них, которые мы поступали в течение его жизни, вот, тоже по, ну, то, что мы задаем, почти вот все вопросы, эти отвечены уже им, Игнатий Тихоновичем, только немножко по-другому, может быть, эти вопросы звучат там в этих книгах, вот, и они есть, вот на сайте есть, да, вот, но они еще не начитаны, кстати, вот, так что есть еще поле деятельности для нас с вами, для будущих поколений, начитать еще вот эти вопросы-ответы, но они как бы частично начитываются сейчас вот иногда, когда поступают новые вопросы, на техничество, он как бы, если находит, он где-то вот эти вопросы у себя и озвучивает их, начитывает, получается, а так, чтобы они подряд вот были прочитаны, как бы, все книги, что такого нету, записи, все такое. Ну, вот, даже сейчас, это моя, моя вторая липция была сегодня, и на первый раз у него ответы, как бы, более такие, ну, очень простые, так сказать, иногда вот, хочешь, чтобы вот, глубокий ответ был, но он отвечает так, что, как бы, ребенок, его вопрос задал, не такой, не мужчина, как бы уже, а вот, какой-то ребенок, там, 9 лет, он отвечает, вот так вот. но вот сегодня, допустим, на ваш ответ, Игнатий Тихонович, что отвечал, он хорошо отвечал, подробно, просто он отвечает, да, вот, иногда и я тоже, как бы, этот метод использую, не совсем, не всегда, по слову Божьему, прям вот, прям вот, как бы, цитатами, да, а просто, чисто, даже, житейски, как бы, вот, то есть, вот как, ну, не знаю, если вот человек, тебя спросил, такое, такое у него, вопрос, я думаю, вот, нельзя, вот, вот так просто, как, как ребенку, ответить, ну, конечно же, вот, то, что он ответил, я знал, это, конечно, как бы, понятно, не прямым текстом, а как бы, другими словами, он сказал, ну, что-то такое, Господь, но вот, эти же слова, вот, это же написано в Библии, они не должны были быть просто, вот, иносказательны, и все, там, должно быть какой-то глубокий смысл, он просто сказал, ну, это иносказательны, он имел в виду это, но это понятно мне, это, даже и ребенку понятно, ну, там, не знаю, мне чувствуется более глубокие мысли, там должно быть в этих, в каждом этих словах, просто, после того, как он правильно, там они были выбраны, то есть, да, когда Игнатий Тихонович же, вот, часто отвечал, он, да, сначала сказал, что это вот, аллегория, да, это, иносказательное, образное выражение, но дальше он уже долго говорил, он объяснял, долго, объяснял, нормально, подробно очень объяснил, я считаю, и даже других тем, которые с этим связаны, и даже коснулся, многие темы, которые, около этой темы, про которую вы спросили, как бы, и на другие даже темы коснулся, около этого, этой темы, то есть, рядом темы, которые, как бы, вот, коснулся, то есть, он очень подробно объяснил, хорошо, я считаю, ну, конечно, можно вам еще больше говорить, я же говорю, как Бог бесконечный, и мудрость его бесконечная, и он нам дает, будет давать мудрость бесконечную, и она будет все увеличиваться, увеличиваться, естественно, все больше и больше мы будем знать, это, это и сейчас, возможно, вот, поэтому, естественно, это хорошо, что у нас жажда, вот этого вот знаний, что нам не хватает этих знаний, несмотря на то, что мы что-то услышали еще, вот, хотим знать это, это правильно, это хорошо, в этом наше счастье, в этом наше блаженство, вот, вот так, но я считаю, что Игнатий Тихонович очень подробно, хорошо объяснил, вот, это тогда, я думаю, опять индивидуально, просто мы часто, как Арам, я вот тоже с тобой замечал, раньше, особенно, нам часто, вот, как говорил Данил Сусоев, такой священник, убиенный, был, значит, он оставил, пусть я тоже много книг, и тоже вопрос-ответы есть, когда ему люди задавали вопросы, он на них отвечал, вот, он такой, тоже подготовил, такой научный труд, записывал вопросы, и потом на них ответы, и ждал книгу, и вот, он, значит, тоже, когда ему говорит, что, иногда, людям, ну, как бы, бывает мы, ну, просто, вот, я, с собой знаю, что раньше, вот, я просто придирался, то есть, вот такое было у меня, что я, ну, мне хотелось, чтобы меня прям понимали, что я хотел сказать, да, вот, я неправильно, хотя я по-русски как думаю, что я как русский человек, там, хорошо говорю, но не всегда даже русские хорошо говорят, и излагают свои мысли правильно, вот, и мне хотелось, чтобы вот, как бы, хотя я неправильно, может быть, сказал что-то по-русски, да, неправильно задал вопросы, не о том, чем вообще думал, даже, даже такое бывает, вот что вот так вот и хотелось чтобы меня прям поняли что я хочу что я думаю о чем смотря то что я неправильно вопрос вы заду но и к сожалению обижался даже когда меня не понимали неправильно отвечали не о том чтобы я думал они отвечали о том что я спросил но о том что я думал они не знали это это мы не ответили на тот вопрос который я думал одетели только на мои слова что я проговорил вопрос бывает и такое к сожалению да и даже мало мне говорила иногда вот раньше в детстве и не в детстве юношки вот ты что-то говоришь мне и ты думаешь на на что ты уже сказал об этом раньше а ты ведь об этом еще не говорил мне а как будто вот я почему-то подумал она говорит ты наверно подумал об этом думаешь и ты сказал и теперь меня со мной разговаривать так как будто ты уже мне это сказал о чем-то ты подумал вот а я-то не знаю чем она не укоряет она не горюсток не надет Она-то поняла, как бы умный человек поняла, о чем я хочу сказать. Но просто она мне указывала, что вот у меня есть такая особенность, что окажется, я вот задаю вопрос, или там говорю о чем-то, и такое впечатление, что я уже что-то еще до этого сказал. Вот. То есть я думаю так, что я уже что-то сказал, и меня должны понимать это, что я еще до этого сказал. То, что я не сказал, а только подумал об этом. Вот. Вот. Такие дела. Понятно. Да. Вот. Ну ладно, Арам, еще какие вопросы, тоже можете задавать, постараюсь ответить. Ну, пока что не знаю. Конечно, у меня есть вопросы, но я думаю, вот на эти вопросы, я как бы должен как бы сам найти вопрос, а ответ. Потому что пока что я не встречал где-то вот, чтобы написано было про вот такие вот вещи. Пока что изучаю. Посмотрю. А о каких вещах вас интересует, что вас интересует? Ну, скажем, мне в Библии самое непонятное, это персонаж так называемый, это как бы сатана, вообще его не понимаю. Ну, там, опять же, я знаю, какой ответ будет, что имидвижит и так далее, но это вообще нелогично для меня вообще. Вот он, как персонаж, его мотивация, и я как бы еще понимаю, кто он, какие знания у него есть, почему он все это делает и все такое. Ну, вот, если изучать у нас уже в православии, на все эти вопросы есть ответ, на то она и православие. И ответ, причем не просто кто-то один ответил, да, а как бы несколько святых, как правило, ответили, отвечали. Ну, бывают некоторые, конечно, вопросы, хоть один святой отвечал, но, как правило, на такие вопросы многие святые отвечали. И я вот, например, в ответы там, ну, они как бы, когда говорят про его личность, он очень похож на простого человека. Он возгорделся там, не знаю, захотел этого, но это вообще, я не могу, это, я не могу, не могу принять. Делаете? Да, видите, вот и как раз Данил Сусофия, почему вы часто вспоминаю, вот как раз вот на такие вопросы очень часто отвечал, каким образом, что вот нам хочется, бывает, что хочется усложнять то, что очень просто. А почему нам хочется, потому что это как раз есть гордость в нас самих. Вот это вот усложнение. А на самом деле Бог и все вопросы, истина, она очень простая. Как даже говорили святые, где просто, там ангелов соста. Ну, то есть, сто ангелов, можно сказать, и больше. Много ангелов. А там, где сложно, там ни одного ангела нет. Ну, то есть, проще говоря, другими словами, там, где просто, там как раз истина и есть. То есть, божьи ангелы истины. А там, где сложно, там истины или очень мало, или вообще нет. Вот, как раз там ложь закрадывается, где сложно. Потому что дьявол старается как раз усложнять, чтобы запутать, запудрить мозги, как говорится. Как еще говорят даже мирские люди, в мутной воде легче там делать плохие дела. Да, да, там, ну, как это выражение, уже не помню, оно такое, более, звучит по-русски, более стихотворно. Вот. Это я просто смысл передал. То есть, мутно, это вот как раз, говорит, что-то ты мутишь, да? Мутишь, то есть, усложняешь, что-то ты, то есть, вот это вот, вот так вот. Что-то непонятно. А как раз, когда понятно, она, понятность, простота, это есть, там больше истины, как бы ближе к Богу. Ну, увидим эту простоту, наверное. Вы тут?